Сегодня одна из комнат в доме семьи Абрамук больше напоминает студию, чем просто жилое помещение. Необычные конструкции из лампы, камеры, большого количества фиксаторов и держателей останавливают на себе внимание. Техническое ноу-хау для юного режиссера Маши Абрамук собирали своими руками папа и старший брат Миша. Желание поучаствовать в научно-исследовательском конкурсе подтолкнуло девочку и всю ее семью к мультипликационному творчеству. Маша человек творческий, к тому же она еще в детстве увлекалась мультфильмами, не только любила их смотреть, но и любила сама их делать, пластилиновые, рисованные, пыталась что-то делать. Поэтому мы решили посвятить свою работу мультфильмам. Так как сейчас все прямо дышит тысячелетием нашего города, было решено посвятить свою работу Бресту, любимому городу. Учителя предложили тему легенды о Бресте. Тема тысячелетия Бреста и его богатая история стали основой сюжета мультфильма Маши. В качестве реквизита – образы, сделанные стариной белорусской техники – вытенанки. Работая над сюжетом, текстом, обработкой видео, девочке пришлось освоить и новое для себя направление. Вот это купца и руки мы делали в технике ротоскопирования. Как видите, вот тут вот оно нарисовано. Это было срисовано с фотографии. Ротоскопирование – это когда настоящих героев или предметы обрисовывают и превращают в мультфильм. Вот это руки, они были распечатаны, это руки моей мамы. Проект Маши Абрамук заинтересовал педагогов и ребят родной для девочки 32-й школы. Они также включились в подготовку мультфильма, помогали готовить реквизит для съемок. Далее была студия звукозаписи, работа над монтажом. В итоге получился полноценный ролик – легенда о старинном Бресте. Только небо посветлело, всех людей кувец поднял. Он уверенно и смело направление показал. Вмиг работа закипела, люди стали ладить гадь. Чтоб дорога не просела, перестою истилать. Интересное воплощение научной работы школьницы оценили эксперты области. Проект был признан лучшим в регионе. Это высокое достижение стало еще одним поводом для того, чтобы посмотреть на мультфильм по-новому и понять, что тема эта интересная. Легенда о Бресте сегодня уже на просторах интернета и пользуется популярностью у пользователей Ютуба. У нас есть в планах к тысячелетию города сделать английские субтитры к мультфильму. Так, чтобы не только могли смотреть русскоязычные люди, но и люди, которые знают английский язык. А это, как вы понимаете, почти весь мир. Это очень трудоемкая работа, но достаточно интересная. Мне понравилось. Интересное тем, что вот ты сначала делаешь что-то, все двигаешь. Вот тебе кажется, ну делаешь и делаешь, а потом, когда ты все это видишь, то это что-то невероятное. Сегодня Маша и ее семья находятся в творческом поиске. Работать с мультиками девочке действительно понравилось. Задумки у будущего режиссера уже есть. А это значит, что новые истории не заставят себя долго ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова